Пример подкаста, да, музыкального. У нас не было плана. Поаплодируйте, пожалуйста, Дима. Я должен сейчас вот это сделать, да? Да! Мы так умеем все. Мы так рождаемся. Сегодня набирает популярность подкасты. Это аудиошоу или аудиоблог, который напоминает классические программы на радио. Главное отличие от радиопередач – это то, что слушатель может самостоятельно выбрать интересную для себя тему и удобное время для ее прослушивания. Мероприятие очень интересное и несет за собой позицию обучения детей новым современным технологиям. В результате этого мастер-класса планируется проведение конкурса среди ребятишек, и победители этого конкурса могут представить свои подкасты на ЛАВ-радио Иркутске. С кухней производства аудиоподкастов школьников познакомили иркутянка Дарья Болгова, радиоведущая и исполнительный директор ЛАВ-радио, а также московский специалист радиовещания и генеральный директор Федеральной школы радио Дмитрий Гордеев. Наша задача – выбрать нескольких ребят. Из вот здесь где-то 50-60 человек находятся, нескольких ребят, которые будут делать свой подкаст, будут записывать его в студии ЛАВ-радио в Иркутске, получат какие-то ценные призы и подарки, и создадут свой интересный, полезный контент. Лучших мы будем ждать в эфире нашей радиостанции. Тот факт, что это должно быть популярно и интересно, это как раз мы и выведем в эфир. Соответственно, это просто старт для того, чтобы стать известным, популярным в этом, на этом попуще. Радиоведущие считают, что приступить к записи подкастов могут не только профессиональные дикторы и журналисты, но и обычные люди. Успешным ведущим может стать любой человек, который знает, чем и как заинтересовать публику. Ангарск – первый город, в котором проводится такое мероприятие. К проекту также присоединятся школьники из Курска, Читы, Московской области, Пскова и Санкт-Петербурга. Наталья Хмелёва, Роман Буйнов, Местное время.